Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Из поучений Святаго Иоанна Златоустова на книгу бытия о молитве Великое благо молитва Если кто разговаривает с добродетельным человеком, получает от того немалую пользу, то каких благ не получит удостоившийся беседовать с Богом? Молитва есть беседа с Богом И чтобы тебе да усовериться в этом, послушай, что говорит пророк Да усладится Богу беседа моя То есть да будет приятно Богу беседа моя Разве не может Он и прежде нашего прошения подать нам? Но Он потому ожидает нашего прошения, чтобы иметь случай правильно удостоить нас своего промышления Итак, получим ли просим мы или не получим, будем прилежать к молитве и благодарить не только тогда, когда получаем, но и когда не получаем Потому что и неполучение, когда бывает по воле Божией, не менее благотворно, как и получение Мы ведь и не знаем, что нам полезно в той мере, в какой Он это знает Следовательно, получим ли или не получим, мы должны благодарить И что удивляешься, когда говорю, что мы не знаем, что полезно для нас И Павел, муж столь великий и высокий, удостоившийся таких незреченных откровений, не знал, что он просил неполезному ему Видя себя окруженным бедствием и непрестанными искушениями Он молился об избавлении от них и не однажды, не дважды, но многократно Трижды, говорит, Господа молил Трижды, то есть многократно Он молил и не получил Посмотрим же, как он это перенес Возраптал ли? Впал ли в уныние? Отчаялся ли? Нет Но что говорит? Господь сказал мне Довольно для тебя благодати моей Ибо сила моя совершается в немощи 2 Коринфянам 12, 8-9 Бог не только не освободил его от постигших его бед Но и попустил ему оставаться в них Пусть так Но откуда известно, что он не роптал на это? Слушай, что сам Павел говорит, когда узнал, что так угодно Богу Я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами Не только, говорит, не ищу уже освободиться от этих бед Но еще с великим удовольствием хвалюсь ими Видишь, какая признательная душа Видишь, какая любовь к Богу Послушай, что еще говорит он? Ибо мы не знаем, о чем молимся, как должно Римлянам 8, 26 То есть мы, как люди, не можем знать все обстоятельно Итак, должно все предоставить Создателю естества наше И принимать с весельем и великую радостью все, что не определит он И смотреть не на то, чем кажутся нам происшествия А на то, что угодно Богу Он лучше нас, зная, что нам полезно Знает и то, как устроит наше спасение Итак, единственным делом с нашей стороны Да будет постоянно пребывать в молитве И не роптать на нескорое исполнение наших прошений Но показывает великое терпение Бог медлит исполнить наше прошение Не потому, чтобы отвергал их Но потому, что хочет научить нас усердно к молитве И постоянно привлекать нас к себе Так и чудолюбивый Отец, будучи часто упрашиваем сыном Не исполняет просьбы его не потому, чтобы не хотел дать Но чтобы через это побудить сына к усерднейшему прошению Зная это, не будем никогда отчаиваться И не перестанем приступать к Богу И возносить к Нему усердные молитвы В самом деле, если усердная просьба женщины подействовала На того жестокого, бесчеловечного И не боявшегося Бога судью И заставила его оказать ей защиту Лука 18 глава То мы ли, если только захотим подражать этой женщине Не расположим оказать нам помощь Нашего милосердного и человеколюбивого Господа Который по благоутробию своему хочет устроить наше спасение И так научимся неотступно и постоянно прилежать к молитве И днем, и ночью, и особенно ночью, когда никто не смущает Когда ум спокоен Когда великая тишина и нет никакого волнения в доме Никто не препятствует нам заняться молитвой И не отвлекает от нее Когда возбужденная душа будет обстоятельна Высказывает все врачу душ Если блаженный Давид, царь и пророк Хотя был отягачен многочисленными делами И облечен Порфиру, Диодему Говорил однако же к себе В полночь вставал словословить тебя За праведные суды твои То что скажем мы Которые хотя и проводим частную свободную дел жизнь Однако же не делаем и того, что он делал Так как днем у него не было Но у него было множество забот, дел и беспокойств Он не находил времени удобного для молитвы То время покоя, которое другие проводят во сне Возвлежу на мягких постелях И ворочаясь туда и сюда Он Царь, связанный такими заботами Употреблял на молитву Беседовал наедине с Богом И вознося искренне усердные моления Получал то, чего желал При содействии этих молитв Он счастливо вел войны Воздвигал трофеи Одерживал победу за победу Потому что у него было непобедимое оружие Сила свыше Которая может выдержать борьбу Не только с людьми, но и с демонскими полчищами Итак, ему-то будем подражать и мы Частные люди царю Ведущий жизнь легкую и спокойную Тому, кто облеченный порфирую и венцом Превозошел монахов строгой жизни Послушай В самом деле, как же он говорил в другом месте? Слезы мои были для меня хлебом день и ночь Видишь, как душа его была в непрестанном сокрушении Пищу для меня, говорит он, хлебом Пиршеством было не другое, что Как слезы мои ночью и днем И еще Утомлен я воздыханиями моими Каждую ночь омываю ложи мои слезами моими Омочаю постель мою Что скажем? Или чем извинимся мы, которые не хотим показать и такого сокрушения Какое показывал царь, обремененный столькими делами? И что, скажи мне прекраснее этих глаз, которые непрестанными слезами украшались, как бы первыми И видел царя, который ночью и днем проливал слезы и пребывал в молитве Посмотри и на учителей вселенной На учителя вселенной, как он, заключенный вместе с силой в темнице Имея ноги, забитые в колоду Молился всю ночь и не удерживаясь от этого Ни болью, ни узами Но тем большую и пламенишую показывая любой Господу Павел и Сила говорится Полночь молились, хваля Бога Деяние 15 глава Давид, облеченный царским достоинством и диадемой, всю жизнь пребывал в слезах и молитве Апостол, восхищенный до третьего неба, удостоенный откровению и неизреченных тайн Находясь в вузах, полночь возносил молитвы и хвалы ко Господу И царь, вставая в полночь, исповедовался И апостолы также в полночь совершали усердные молитвы и хвалы Им-то будем подражать и мы, будучи ограждать нашу жизнь непрестанными молитвами И пусть ничто не будет для нас препятствуем к этому Ведь действительно, ничто и не может воспрепятствовать нам Если только мы сами бдительны Разве для этого мы нуждаемся в особом месте или времени? Всякое место и всякое время удобно для нас к молитве Послушай, в самом деле того же Учителя Вселенной Что он говорит? На всяком месте приносили мольбы Воздавая чистые руки без гнева и сомнения 1 Тимофея 2.8 Если сердце твое свободно от нечистых страстей То где бы ты ни был, на торжеще ли, дома ли, на пути ли, в суде, на море, в гостинице или в мастерской Везде можешь помолиться Богу и получить просимое Зная это, прошу вас вместе с постом покажем усердие их молитве И в ней приобретем себе помощницу, чтобы удостоившись благодати Божией Провести нам настоящую жизнь благоугодной Ему И будучи исподобиться Его человеколюбия Благодатию и щедротами Господа нашего Иисуса Христа С которым от Суса Святым Духом слава держа во честь Ныне и пресно и во веки веков Аминь По страхам Божиим и мерою приступите Благодатию и гряды во имя Господне Богосподь и обидися Молимся Причастники Верую Господи и исповедую Акатейся во истину Христос Сын Бога Живаго Пришедуй в мир грешно спать И от них же первый есть мазыщ Я верую Акатейся и самое причистое тело Твое Самая честная кровь Твое Молюсь оба Тебя Помилуй меня Прости мне вся прегрешение Моя воля и неволина Слово мне же дело Жаведение и неведение Исподобь мне осужденно Причаститься Причистить Твоих Таинств Восслабление грехов Моих и жизнь вечная Аминь Вечери Твои тайны Несцени Божьи Причастниками А прими Небо врагом Твоим тайну Повем Не лапзанье Тебе Дамяка Иуда Но-ка разбойник Исповедуй Тебя Помяни меня Господи Во царстве Твоем Да не в суд Или в осуждении Будет мне причащение Причистить Твоих Таин Новое исцеление Души и тела Аминь Причистая тела и кровь Господа Бога Спаса нашего Иисуса Христа Причащается Рабожий Сергий В восстановление Причистая тела и кровь Иисуса Христа Причистая тела и кровь В восстановление грехов Его Иисуса Христа Рабожие действия во восстановление грехов и в жизнь вечную жизнь и в чистоכל рекорд Господа Бога и Спаса нашего Христоса Причистая тела и кровь, Господа Богоиспаста, наша гостья с убежд throat, защищается, дорогой Божий Зоя, оба любовь ведения жильца, лич push through the body. Причистая тела и кровь, Господа Богоиспаста, наша God's wisdom, защищается, дорога Божья Зоя. По Community, кто это? Под así в течение? Готовилась по счастью, да? Готовилась по счастью, да? Готовилась по счастью, да? Готовилась по счастью, да? Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояния Твое. Готовилась по счастью, да? 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 Песня. 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 Благословение Господне на вас, того благодатью и человека любим, всегда, ныне, приисной, вовеки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Божий, упованье наше, слава Тебе... Слава Отцу и Всевышенному Духу, ныне и приисной, вовеки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Господи, здесь мертвый Христос, истинный Бог наш, молитвами причистое своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных богоносцев, отец наших и живо-святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинина Града Затаустого и святаго благоверного князя Александра Невска, его же память ныне совершается. Святых, праведный Бог, Отец и Акиман и всех святых, помилуй, ты спасет нас, яко благо человека любез. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Причастники, помолимся, поблагодарим Господа за принятие святых тайн. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Благодарю тебя, Господи, Боже мой, что ты не ответственный грешник, но удостоил меня приобщить со святынь твоей. Благодарю тебя, что меня недостойно причастить, сопричастить твоих и небесных дорог ты удостоил, но благо человека человеколюбия среди нас, умерший, воскресший, даровавший нам эти страшные, растворящие твои таинства. О, благодеяние, освящение души тел нашей, сделай, чтобы не были они в исцелении души и тела, в отражении всякого врага, просвещение чьей сердце мегов, мир душевных моих сил, веру, твердую в любовь, нелицемерную, в исполнении мудрости, в соблюдении заповедей твоих, умножение божественной твоей благодати, твоего царства, приобретение, чтобы сохраняемые ими в освящении твоем, я всегда понял, милость твою, жил уже не для себя, но для тебя, нашего владыки, благодетеля. И таким образом уйдя из внешней жизни в надежде на жизнь вечную, достиг я места вечного покоя, где непрестанный глаз празднующих и бесконечное наслаждение взирающих на несказанную красоту лица твоего, ибо ты истинная цель стремления и неизъяснимая радость любящих тебя, Христе Божий наш. И тебя воспевает все творения во веки, аминь, владыка Христе Божий, царь веков и создатель всего мира. Благодарю тебя за все блага, которые ты дал мне, и за причащение при чистых, уже творящих твоих таинств. Молю же тебя, благой и человеколюбие, и сохрани меня под кром твоим и в тени крыльев твоих, и даром я чистую совесть, это последний, кумай, Госдуха, достойно причащается святынь твоей, прощение грехов и жизнь вечную, ибо ты хлеб жизни, источник освящения, подател благ, и тебе славу посылаем со Отцом и Святым Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Давший пищу мне плоть твоя добровольная, ты огонь, сожигающий недостойно их, не сожги же меня, Создатель Молый. Пройди лучшие члены тела, мои головы, все суставы, во внутренности, сердце, сожги тернии всех моих согрешений. Душа, очисти, освети мысли, колени, отверди и с костями вместе, просвети пять главных чувств. Всего меня пригвозди, страха пред тобой, всегда защищай, охраняй, и береги меня от всякого вредного для души. Сделай слово, очищай, омывай, ты устрояй меня, украшай, разумляй. И просвещай меня, яви мне твою обителью, единогодухой, уже не обителью греха, чтобы бежали от меня по принятии причастия. Всякие злодеи, всякая страсть, как от дома твоего, как от огня. Податыми за тебя тебе представляю всех святых начальников, поинт бесплотных, пресечу твоего мудрых апостолов. И сверху их твою непорочную, чистую мать, и приими их молитву, милосердный Христос, мой Сином Святого, садила твоего служителя. Ибо ты единое благоосвящение, а также сияние душ наших, и тебе, как подобает Богу, и Владыке, всем и Слово высылаем каждый день. Тело твое, святой Господи Иисусе Христе Божий наш, добудет мне в жизнь вечную и кровь твоя драгоценная в прощении грехов. Добудет же мне это благодарение в радость, здравие и веселье. Ашли же второе пришествие Твоя, сподоби мне грешника, стать справа от славы Твоей, покодотайствовься чистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь. Пресвятая Владычица Богородица, свет во мрачей на моей душе и надежда, покров, приведующий утешение, радость моя. Благодарю Тебя, что Ты сподобила мне недостойного стать причастником, причистой, глотилой и драгоценной крови Сына Твоего. Но, родивший истинный свет, просвети духовное, учи сердце моего, источник бессмертия, родивший, оживи меня умершленного грехом. Милость, о Бога, любящая милосердие, Матерь, помилуй меня и дай мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение о мыслях моих и призвание к помыслам добрым. Когда при нем бывает разум мой, достой меня до последнего моего вздолга, не в осуждение принимая святыню причистить к Таинску. Но выстрелив мне души и тела, и подай мне слезы покаяния и благодарения, чтобы мне воспевать и прославлять Тебя в осенней жизни моей. Ибо Ты благословенна и прославлена вовеки, аминь. Ныне отключаешься рабат, кривого дыкова, по благову Твоему с миром. Яковидис того, чем мои спасение Твое, я же еще готов предать всем всех людей, свет в откровении языков и славы людей Твоих, Израиля. Светы и Божий, Светы и Крепки, и Светы и Бессмертные, помилуй нас. Светы и Божий, Светы и Крепки, и Светы и Бессмертные, помилуй нас. Слава Твою и Сину и Святому Духу и ныне и приснай во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, в честь и грехи наша, Владыка, прости беззаконие наше. Святы и посетители немощи нашей имени Твоей Бураде, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и приснай во веки веков. Аминь. Отче наш и Жеси на небесе, да святится имя Твое, да прийдет царствие Твое, да будет воля Твоя, яку на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь на днеся, остави нам долги наши, яку же имя, оставляй ножником нашим. И не веди нас свои искушения, но избави нас от лука Бога, яка Твое, Царство, сила и слава Отца и Сына, и Святаго, Духа ныне и приснай во веки веков. Аминь. Уствых, яку же светлость огня, высиявшая благодать, вселенную просветение, сребролюбие, мира, високровище снизка, высоту нам смирена, мудря показа. Но Твоими словесы наказуя очи, а не златоусти, моли слово Христа Бога, спастись о душам нашим. Слава от Своя Сына и Святому Духу, от Небес приялусь и Божественную благодать, и Твоими с нами все учащи поклоняйся, в Троице единому Богу. Я не златоусти, все блажение преподобно, недостойно хвалим Тя, и Сиба, наставник, яка Божественный, и для Я. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, непредви грешных молений, гласы на предваре, яка Благая на помощь нас, верно зовущих Тей, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующий приз на Богородице, чтущих Те. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херуим и славнейшую, без сравнения с Серафим, безысления Богослова Родшую, и сущую Богородицу Тя Величая, именем Господнем благослови, Отче. Божественный, Исокий, Отец наш, Господи Иисусе Христиан Божий, помилуй нас. Аминь.